Добрый утро, дорогие друзья. Два дня праздника Пурим так просто из организма не выходят. Вчера был огромный праздник в Иерусалиме. Мы продолжим короткий урок по тому, что произошло в Пурим, для того, чтобы открыть какие-то новые грани. По итогам праздника, и у нераскрытым грани, это наш урок. Я его по материалам Равина Одессы. После нашего праздника, когда читается вообще Мигела, Пурим рассказывается, прокляты все злодеи в конце, и благословенные праведники. И завершается с интересными словами, кто не обращал внимания, а также Харвона, пусть будет помянут добро. Вот вроде мы праздновали, вроде все знаем, а кто такой Харвона? Имя Харвона появляется дважды в книге Эстер. Первый в самом начале, когда рассказывается о семидневном пире, который Ахашвирош устроил для жителей своей столицы. И на седьмой день, когда стало хорошо на сердце от вина, он послал семерых евнуков, находящихся на службе, перевести царицу в вождик. И среди их слух назван Харвона. Он был близкий, он евнук, близкий там, царедворец царя. Девять лет спустя, в конце истории Пурима, мы вновь встречаем это в рассказе, когда царица Эстер пришла просить царя Ахашвироша о спасении народа, на второй день пира, который строил Эстер, в отметке на многократные вопросы Ахашвироша, Ахашвироша, Эстер говорит, если я сниска ломилась в глазах, то я пусть угодно, пусть здорово на жизнь будет, и так далее, и так далее. Вот Аман, он мерзавец, негодяй, подонок. И сказал царь, неужели, там, вы помните, когда он пытался вымолить прощение у Эстера, и упал на нее. И Аман говорит, ты еще собираешься изнасиловать царицу при мне. И в этот момент раздается голос Харвоны, который говорит царю, вот дерево высотой в 50 локтей, которое приготовил Аман для Мардыхая. И это решило участь. Его повесили. Итак, Талмуд говорит, что Харвона был хитрым придворным, который участвовал в заговоре о Аманом. Он планировал вместе с ним расправиться с Мардыхая. Иначе откуда он бы знал вообще, что есть виселица, тем более высота ее, которая была построена этой ночью, и о которой Аман не успел никому сообщить. Однако, увидев, что ситуация изменилась в пользу Мардыхая, Харвона воспользовался возможностью сообщить царю о дереве, который приготовил Аман для Мардыхая, и таким образом способствовал тому, чтобы Аман там повесили. Теперь для чего это? Во-первых, чтобы знать, что есть какие-то грани, которых мы всегда упускаем. Во-вторых, это уникальный урок. Даже через сотни лет, через сколько прошло там лет, Священная книга призывает нас быть благодарными любому, кто случайно или не случайно, или еще какому-то образом сделал нам добро. И молодого вечно благословляют. Человека, который достаточно случайно у него получилось сделать нам добро. Тут речь идет о обязанности быть благодарным. Великий праздник Пурим, который останется после всех праздников при приходе Машиэха, оставляет нам единственную задачу нашу, обязанность наша быть благодарным. Харвона не был положительным человеком. Он сначала помогал Аману, потом перешел на сторону Эстера Мардыхая, и тем не менее, раби Пинкас в Иерусалимском Талмуде говорит, что называя Харвону при чтении свитка Эстер, следует сказать, Харвона пусть будет помянут добром. Потому что на самом деле он помог избавиться от Амана. И даже несмотря на то, что он сделал, как бы не по идеологичным соображениям, не желание помочь народу Израиля, а просто за то, что его слова привели к казни Амана, его вспоминают добрым словом в течение уже скольких поколений. Вот такая вот, как бы, маленькая должна быть у человека в голове памятка. Если кто-то сделал добро, надо помнить. Я вам скажу другое. Есть некоторые знакомые с историей появления так называемой Декларации Бальфора. Лорд Бальфор, британский министр, он был верующим человеком, изучал Танах, он был не еврей, он считал, что Всевышний хочет, чтобы вернулись евреи в землю Израиля. В 17-м году написал письмо с такими словами, с такими словами он написал письмо, что правительство его величества благословно относится к восстановлению национального очага еврейского народа в Палестине. Многие восприняли это заявление как исторический прорыв. Британия была тогда мировой империей, открытое заявление британского правительства о признании прав народа на землю еврейского было достижением. Правда, через несколько лет Бальфор пожалел об этом, и Британия боролась против еврейцев и поселения евреев в Израиле. Но, несмотря на это, еврейский народ его помнит, и в Израиле улиц Бальфора больше, чем в Великобритании. И поступать так мы учимся из указания Пинклса. Харвона пусть будет помянут добром. И это также верно в наши дни. Все, кто помогает нам, кто заслуживает каким-то образом что-то сделать, заслуживают уважения и доброго отношения, независимо от того, какие истинные мотивы их поведения. Лучше быть все время благодарным, чем хоть немного неблагодарным. Вот такой урок окончательный мы вынесли с праздника Пурим. Брахава от слаха.